Девушки отдыхают Вы знаете, у меня была такая история с сыном Когда одно время я очень много озвучивал Фильмов для телевидения Быстро рассказал И пришел, он учился в школе еще тогда И сидел за компьютером, играл Где был мой голос в компьютере, компьютерная игрушка Я вошел, телевизор работал Был фильм, который я озвучивал в это время Я вошел, начал на него орать, что уроки не сделаны Он сидит Он сказал, поп, замолчи, я сейчас с ума сойду Ты из трех мест сразу разговариваешь Ну такая история жизни, действительно Мужчины хотели сегодня поговорить В первую очередь о сериалах Вот действительно, как Сергей начал говорить Что 25 лет все ждали продолжения Твин Пикс, вот он вышел И эдакий казус Да, что и в Америке не пошел И у нас как-то не особо с просмотрами Я просто свое ощущение Расскажу, я ждал, я реально ждал Я посмотрел первую серию Блин, ну это очень долго Это вот эти вот долгие планы Вот это все какое-то настолько неспешное Да, это долго на самом деле Но и в оригинальном, в первом, втором сезоне Все было не быстро Просто за эти годы мы все с вами побежали так быстро И сериалы разогнались в такой динамике Что эта медленная, вдумчивая, загадочная эстетика Линча Она, конечно, притормаживает сейчас Потому что все привыкли уже к другому темпу на экране Но, тем не менее, не все так однозначно Да, действительно, тут не следовало ожидать Какого-то вау-эффекта И в Штатах отзывы очень противоречивые Если говорить про то, как зашел сериал у нас в медиатеке То, в общем-то, мы видим достаточно высокий интерес То есть на первую и вторую серию Мы выпустили сразу четыре в один день В общем-то, пришло на 30-40% больше, чем мы видим в текущем периоде Так у вас первая и вторая серия бесплатна, потому что, насколько я там помню Нет, нет, мы открыли их уже, по-моему, неделя через две Чтобы подогреть интерес к продолжению Поэтому, в общем-то, лояльная аудитория есть Конечно, нет того шквала и той радости, которую приносит Игра Престолов Но, тем не менее, в общем-то, вот видно вот этот ностальгический шлейф И некий такой кинофлёр, который создаёт Линч Он всё-таки заставляет людей терпеть и смотреть эти длинные, медленные серии Денис, ну и хоть скоро вы уж перебросили этот мостик на Игру Престолов Хочется спросить, доколе? Доколе? Последний сезон этот будет или нет? Предпоследний А, предпоследний Предпоследний, но короткий 17 июля стартует он Будет в нём 7 серий Они сделали меньше серий, но увеличили длину серий То есть там серии где-то по 70 минут И на следующий год будет последний финальный сезон, тоже короткий Будет 6 серий Но не расстраивайтесь, потому что HBO уже заказали в разработку 4 приквела К Игре Престолов Да, 4 приквела Я думаю, что до эфира доберётся 1 или 2 максимум Но тем не менее, работа уже идёт Совесть есть, у них работа идёт У нас из-за этого работа, пардон, встаёт Встаёт раз в год И всего на 10-8 часов Такая, да Да, мужчина, но и поэтому Поэтому в случае вопрос такой Как вы вообще считаете? Есть какой-то срок годности у сериала? Сколько он может идти? Допустим, Дмитрий вот озвучивал Клан Сопрано, который 10, да, сезонов, если я не ошибаюсь 9 или 10 сезонов Ну, тоже Меньше, по-моему, да Да, или 9 Но смысл такой, что Игра Престолов, да, 8 сезон Ну, они как-то Слушай, ну не отпускают, по-самому Пока идут рейтинги, пока идут просмотры Будут снимать и снимать и снимать Уже даже в убыток самому, собственно, качеству Абсолютно Ну, вот те же продюсеры Игры Престолов Они честно решили остановиться, да Несмотря на то, что рейтинги отличные И действительно сериал превратился в культурный Феномен Но не тут-то было Потому что HBO заказали приквелы другой команде Да, для того, чтобы эксплуатировать этот мир Созданный Мартином и дальше Понятно Так что, ну, в общем, здесь понятно рейтинги Но, опять же, в данном случае рейтинги Если говорить про Игру Престолов Они отражают А скажите, пожалуйста, джентльмены А был ли какой-то сериал Который вот вообще как бы Ну, не думали, что зайдет в России А он взял да и зашел Денис, это к вам вопрос На самом деле, вот, по мне Удивительная история С сериалом Биллиенс Миллиарды С Дэмианом Льюисом В общем-то, такая Динамичная финансовая драма Которая, казалось бы Будет работать на очень узкую аудиторию Тагитированную Да, но при этом сериал Где-то последние три месяца Держится в топе И его смотрение на уровне С такими сериалами Как Мир Дикого Запада Молодой Папа Который, кстати, тоже стал сюрпризом России Тоже, казалось бы, для узкого профиля аудитории Да, 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 да Ну, очень мощный И вот здесь как раз та самая редкость Когда сериал не очень зашел в Штатах Я говорю про Молодого Папу А в России действительно стал у нас Номер один его медиатеки И даже умудрился собрать неплохие рейтинги На эфирном телеканале Че Вот так Дмитрий, вопрос к вам Вот когда долгое время озвучиваете персонажа Да, надо понимать, что сериал это не фильм Там довольно много материала Вот мы в одном из интервью читали Что вы вживаетесь в роль И какое-то время после уже окончания дубляжа Говорить уже не своим, можно сказать, голосом А голосом этого персонажа Не верите многим интервью, да Нет, наоборот Вот я только что разговаривал Как раз на эту тему Я вообще Пусть меня поймут правильно коллеги Очень уважаю дубляж Очень к нему отношусь Даже можно сказать с любовью Но при этом не люблю это делать Мне гораздо ближе озвучивать за кадр Там я сам по себе А тут есть актер И как вот вы правильно сказали Ты должен соответствовать его характеру Его образу Его, то есть Ну ты уже его озвучиваешь Вынужден соответствовать Ты берешь на себя его маску Да, да Когда ты за кадром Ты свободен в своей игре Ты рассказываешь документальную историю Ты работаешь там на радио Это же тоже все за кадр как бы И ты там свободен Дубляж ты не свободен Все равно Будь добр Тебе доверили Тебе поручили Соответствовать тому Кто на экране Мне это Повторяю Люблю Уважаю Но не люблю Люблю Люблю, уважаю Но не люблю Элегантно сейчас Элегантно сейчас было А кого все-таки Вот в таком режиме В режиме дубляжа Было не любить сложнее всего Вот я имею ввиду Из предложенных персонажей Образов Нет Вы меня не поняли Это сам процесс Конкретно никого Почему Я повторяю Это как бы Я рассказываю Это уже может быть Такие нюансы профессии Потому что даже в за кадре Я повторяю Вот как есть актер театра Есть актер кино Есть актер эстрады Сколько нюансов И даже в за кадре Есть нюансы Потому что за кадр дубляжа Это одно Когда ты попадаешь в губы Когда ты дышишь Когда ты дерешься Раньше Когда стояли все вместе У нас был артист Когда махал руку Когда была драка На сцене Мы от него уворачивались Он так махал руками Что мама не горюй И вот это Просто Мне менее близко Скажем так Если говорить Вы задали вопрос Вернемся к истокам Говорю ли я этим голосом Нет Мне ближе говорить Своим голосом Ну понятно А это просто работа Которую нужно выполнять Да Вынужден конечно Да Что в дубляже сложнее Конечно Безусловно И другая ответственность Там еще и техника Помимо всего прочего Попасть Помню тот шикарный ролик Многие наверное видели Когда Хью Джекман Отзвучивал своего героя В Логане Уже Снятого Где он бежит Как будто на дорожке И прилагает Невероятные усилия Физически Потому что он бежит В кадре Ему нужно передать Голосом Фрагмент 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 который они Озвучивают Реально в сериале И ты видишь эмоции С двух сторон И в общем то Попадаешь на кухню Буквально Вот смотри Джин Демен Очень смешно Мне девушки в одном офисе Сказали Одно время Когда я был помоложе Я озвучивал много героев Очень красивых на экране И они знали Что придет человек Который их озвучивает И когда они меня увидели Они сказали Ой А мы вас совсем другим Себе представляли Ну что делать Вы подумали Какие наглые девушки Ну почему Ну почему Это правда Почему же Мужчины хотели Обсудить с вами вопрос Такой вот Нашумевшая история С сериалом Шерлок Да Когда за день До официальной премьеры Да На первом канале Она была Серия была скинута в сеть Соответственно Многие ее посмотрели Через интернет И рейтинги Как бы вот упали На просмотр Первой серии Нового сезона В связи с этим Возникает вопрос Как вы считаете Это все спланированная Такая взаимно Выгодная всем Маркетинговая история Или просто Человеческий фактор Кто-то Получил доступ И скинул В нашей рубрике Копаем под Эрнста Ответчиком Денис Горшков Ну я думаю Что в данном случае Это безусловно Была не спланированная Акция Хотя большой пиар Получился И с той и с другой стороны Ну как бы Обычно Этого не происходит Потому что Это стыдная история Хотя утечки Случаются Это действительно Человеческий фактор Ну вот в этом случае Обе стороны Сделали из этого Вообще часто Это история Когда вот Попадает Бывает Я всегда вспоминаю Тот случай С Игрой Престолов Когда Четыре серии Нового сезона Просочились Сеть до эфира И вот В том конкретном случае Серии Отдали заранее Критику Штатах И каким-то образом Сам ли он Или кто-то Помог ему Их выложить Ну вот Практически Половина сезона Действительно Вышла там За неделю Денис Давайте я Перефразер этот вопрос На самом деле В голове у Вити Он звучал Несколько по-другому У вас такое Случалось Когда-нибудь Были Проблемы Было такое Да Но мы Стараемся Все-таки Решать их Без Вот Того самого Пиара Да И каким-то образом Старыми способами Из 90-х Там есть варианты Я понимаю Да Мужчины Расскажите пожалуйста Как попадает Вообще Сериал В озвучку Вот начали уже За эфиром С Денисом Говорить Что в начале За две недели Приходит Серия Потом еще как-то Вот Да Вы как руководите Этим процессом Дмитрий Как человек Который участвует В этом процессе Как осуществляется Сам перевод Потому что Понятно Что он Не в ночь Перед премьерой Когда в субботу Условно премьера В воскресенье появилось То есть Вряд ли с субботы На воскресенье Дмитрий Да Озвучание происходит Не ну Можно и с субботы На воскресенье Денис Более точно Ответит на этот вопрос Но вы коснулись перевода Это тоже Очень важно Потому что Хороший переводчик Это уже Большой процент успеха Потому что Один и тот же переводчик Может перевести Предположим там Копье Козлу попало в зад Или Олень Оранила стрела Ну как бы Вот И действительно Это так И это очень важно И юмор теряется Он знает возможно английский Но плохо Владеет русский Но плохо отличает Элень от Козла Понятно То есть заранее Приходит в начале текст Правильно Технически уже Я думаю что Где нет Да На самом деле Это сложный процесс И все делается заранее Мы зовем это Тайная вечеря Сильное название Многообещающее Да Следует начать От того что Все основные премьеры Мы релизим День в день Со штатами Или с Великобританией То есть это означает Что Каждому релизу Предшествует Как правило Двухнедельный цикл работы Сначала мы получаем Скрипты Скрипты это что Скрипты это Сценарии Родственники скриптонита Я подумал Так Сценарии получаем дальше Дальше соответственно Работает переводчик И действительно Здесь очень важно Найти правильного переводчика Опять же Один и тот же переводчик Одинаково хорошо Не переведет Финансовую драму И фэнтези Игра престолов Да Это делают разные люди После переводчиков Это проходит Очистку и редактуру И у нас здесь есть Свой пул редакторов Которых мы любим Ценим и уважаем И уже после этого Приходит где-то за неделю Ло-резолюшн файл Черно-белый Перечеркнутый С ватермарком По которому Собственно Делается Озвучка В студии То есть получается Когда актер Дубляжа работает Он смотрит Черно-белое Видео Которое перечеркнуто На котором То есть Которое нельзя скинуть в сеть Но перевести по нему можно Да Как правило Если речь идет О премьерах Или вот таких Одновременных Релизов То как правило Это ло-резолюшн файлы Но бывают сюрпризы Когда ло-резолюшн файлы Отличаются от финального видео И вот как раз Тогда В ночь субботы На воскресенье Срочно дописываются Какие-то фрагменты Которых не было В предшествующем файле А можете пример привести Вот с каким сериалом Такая история была Чтобы так приходилось Случается на самом деле Достаточно часто Вот особенно С сериалами Студии Шоу Тайм Будь то там Рэй Донован Эфер Спиани Дредфул Вот они любят устраивать Такие сюрпризы Ну и наверное Заключительный вопрос Какие премьеры Ждать самые-самые-самые Интересные В ближайшее время Ну вот та самая Игра престолов Которую мы ждем Которую мы говорим Полчаса уже Да Которую мы говорим Но на самом деле Много всего выходит Осенью HBO представляет Премьеру сериала Двойка 70-е и 80-е годы Ой, люблю-люблю Штаты Рассвет Порно-индустрии О-о-о-о Это же прям Наше кино Ребята Это слово Можно говорить У вас в эфире Порно? Да Его даже можно Показывать иногда Но об этом позже Отлично Главную роль Играет Джеймс Франка Никто не будет Вот Так что ждем Этого сериала Что еще интересного Масса осенних возвращений Будь то Родина Американская история ужасов Выходит несколько комедий В конце лета Футболисты Новый сезон Хай Мэнтейненс Ну в общем Будет что посмотреть Да И кстати Сериал Вайс Принципл Завучи Который Вот тоже феномен Озвучки Мы делаем вместе С Кураж Бомбей С Денисом Колесниковым Действительно Вот человек Который сделал Бренд Именно Своим голосом Своим голосом И своими переводами Слушайте Ну и самый последний вопрос Вот этот вот Ваш прекрасный сериал Который про 70-е и 80-е Можно мы там у вас Что-нибудь озвучим Мы такие фильмы Не вопрос Сможем и вывезем Спасибо большое Джентльмен У нас был в гостях Директор компании Медиа Денис Горшков И актер дубляжа Дмитрий Полонский ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...